В октябре 2019 года президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос создания школы под парусами и постройки для нее двух судов. Спустя несколько месяцев первая яхта для школы была приобретена и в ближайшее время будет отправлена в Приморский край. Идея создания школы под парусами принадлежала директору Центра морской подготовки Семикянов Анатолию Штанько. Он давно уже хотел открыть школу, где любой ребенок сможет попробовать себя в качестве юнги, узнать морскую историю и отправиться в большое путешествие по морям и океанам. Анатолий Штанько с этим вопросом обратился напрямую к президенту Владимиру Путину. Предложение организовать здесь на базе морского государственного университета имени Невельского школу под парусами. Что она себе представляет? Это 2-3 парусных судна небольших, порядка 30 метров длиной, которые будут со школьниками на борту бороздить Тихий океан. В Тихом океане порядка 200 географических объектов, названия которых стерты с мировых карт. Судостроительные возможности Дальнего Востока довольно-таки большие. И, в общем-то, построить пару таких судов, я думаю, что это реально. Давайте попробуем сделать. Мне очень нравится эта идея. Хорошая. Владимир Путин одобрил идею создания школы под парусами и дал поручение Министерству транспорта Российской Федерации совместно с правительством Приморского края разработать проект по созданию на базе МГУ школы под парусами, а также строительство двух парусных судов. Минтранс предложила вариант – одно судно приобрести, а второе построить. И вот свершилось. Парусное судно было закуплено. Яхта «Леди Катрина» 2008 года постройки. Сейчас ее предстоит перегнать из Турции во Владивосток и впоследствии переименовать. Это судно двухмачтовое, 30 метров длиной. Называться будет «Славянка». Почему «Славянка»? Потому что поручение федерального агентства Росморьяч транспорта выглядело так, что название должно отражать российское происхождение, связано прочно с Россией, ну и звучать. И уже сейчас готовятся все документы для постройки второго судна для школы под парусами. Второе судно уже прошло этап экскизного проектирования. Уже документация утверждена. Сейчас будет объявляться конкурс, скорее всего, среди дальневосточных верфей на строительство этого судна. И наш славянский СРЗ уже подал заявку. И я очень надеюсь, что заявка славянского СРЗ будет одобрена, что он выиграет тендер. По техническим характеристикам второе судно, которое построят для школы, будет примерно таким же, как «Славянка». Двухмачтовая, порядка 30 метров в длину, рассчитанная на экипаж из 22 человек и предназначенная для экспедиционных походов школьников по морям и океанам. Ну а пока предстоит перегнать первое судно «Славянка» из Турции во Владивосток. Перегон займет порядка четырех месяцев. Точное место базирования парусного судна пока неизвестно. Ассоциация, которую мы зарегистрировали, школа под парусами, юридически находится в Владивостоке. Но поскольку НКО «Семь океанов» входит в соучредители, а учредителей три. Это Морской государственный университет, наша некоммерческая организация «Семь океанов» и Краевая школа Олимпийского резерва. Поэтому базирование судна пока под вопросом. Сейчас первостепенно это перегнать сюда. Как говорит директор Центра морской подготовки «Семь океанов» Анатолий Штанько, на новых парусниках школьники будут выходить в Тихий океан для посещения географических объектов, ранее открытых русскими путешественниками, названия которых ныне заменены или стерты с мировых карт. Виктория Беляева, Олег Кудинов, Егор Гриц. Новости Славянки. Новости Славянки.